Всем привет! С вами Florarium Plants, Мария и Георгия Короленко. И сегодня мы вам расскажем о небольшой части нашего магазина. Это наша тепличка, витрина. Те, кто к нам приходят, знают о том, что это такое. Мы все мечтали ее достроить и рассказать про нее, но чуть-чуть не осталось нам. Поэтому мы расскажем сейчас, а потом доделаем. В свое время, когда мы въехали в эту территорию, так получилось, что нам нужно было придумать некую витрину. И мы взяли за исходник, теплицу, вернее холодильник для срезки растений. Вот дальше начались у нас всякие разные мытарства. Потом, как мы это выдумывали и как мы это делали. В итоге у нас появилось 8 квадратов зелени. Сейчас мы вам расскажем про ее устройство, как все это сделано. Надеюсь, что по дороге наш летающий друг, у нас вот здесь теперь живет птичка, она вон, вон там, вон. И вот надеемся, что он не вылетит. Фас. Ну, изначально мы хотели здесь поставить уже готовый блок для срезки цветов. То есть он тоже со стеклопакетами, все. Единственная была проблема, что люди, которые это делают, никак не могли обеспечить герметичность. Вот. Она нам нужна, потому что у нас тут идет постоянный полив. Вот эти отказались мы от этой идеи. Ну, плюс это было еще очень дорого по тем временам. Вот. Поэтому решили делать все сами и постепенно. Изначально положили подиум из пеноблоков. Нам обязательно нужно было немножко приподнять уровень пола, чтобы сделать слив воды. Вот. Иначе это все бы скапливалось и постоянно была бы лужа. Обложили его керамогранитом. На всякий случай. Если вдруг что уронишь... Разбьется то, что ты уронишь, но не теплится. Вот. И сверху на бортик из этого керамогранита мы установили уже стеклопакеты, рамы. Вот. Остекление делалось на заказ. Довольно долго. Дорого это все было. Вот. Потолок сделали натяжной. Вот. Естественно, до этого под потолком были проложены вентоканалы. И проложены закладные для подвеса всяких светильников. Ну, и всего, чего мы сейчас захотим тут подвесить. В результате у нас тут появилась двухконтурная вентиляция. То есть, один контур вентиляции подключен к общей вентиляции помещения. Это вот эти два, по-моему, диффузора. Они высасывают отсюда воздух прямо на улицу. Еще несколько диффузоров у нас есть над светильником. Вот один из них выпал, кстати. Потом закрепим. Они тоже ведут на улицу, но работают уже в другом режиме. Тут есть режим нагрева и охлаждения, потому что светильник очень сильно греется. Это раз. Во-вторых, на ночь мы решили сделать суточный перепад температуры, чтобы у нас орхидеи хорошо цвели. Управляет всем этим контроллер, контроллер влажности и температуры. То есть, контроль температуры осуществляется за счет того, что воздух прокачивается то в одну, то в другую сторону. Здесь стоит два канальных вентилятора. Когда нам нужно нагреть помещение, воздух берется из магазина, закачивается в теплицу. И излишки выбрасываются на улицу. Когда нам нужно охладить помещение, у нас забирается воздух с улицы, подается в теплицу. И излишки теплого воздуха с другого конца теплицы выбрасываются уже в помещение самого магазина. Контроллер довольно точный. Он с точностью до 1 градуса все это дело охлаждает, нагревает. Покажем? Ну, покажем, да. Сейчас уже включился режим охлаждения. Да, у нас ночь уже. Вот такие штуки. Вот два этих контроллера. Один из них управляет нагревом, другой охлаждением. Вот, пожалуйста, сейчас температура актуальная 24. Ночью должно быть 18 градусов. В течение пару часов она сейчас опустится постепенно. Вот, иди сюда. Да, иду. Вот работает один из вентиляторов. Он высасывает воздух из теплицы. За счет того, что теплица практически герметичная, холодный воздух засасывается из окна. Вот оттуда. Так происходит в холодное время года, которое у нас, в общем-то, длится большую часть года. Вот, используем, так сказать, халявный холод. Летом же так не получится сделать, потому что на улице бывает часто теплее, чем у нас здесь в подвале. Поэтому мы установили кондиционер. Вот, приколхозили к нему тоже вентоканалы. И все это дело тоже подключили к общей вентиляционной системе теплицы. Поэтому на летний период мы перекрываем здесь заслонку, чтобы с улицей никакой связи не было. И ночью включаем просто кондиционер. Он туда подает холодный воздух. А еще здесь есть система опрыскивания и проведена вода. Все это гидроизолировано. То есть это не просто пандон. Мы гидроизолировали стены и только сверху. После этого клали на них плитку. После чего протягивали вот здесь, по потолку, до туалета, который в том, до канализации. В общем, протягивали шланг. Он здесь тоже есть еще. Вот, у нас тут протянуты два шланга. Вот этот шланг потолще. Это выброс излишков воды, который у нас стекает вот в эту емкость. В общем, в теплице вода собирается, собирается в приямок, в самом углу. Сейчас я покажу. Вот там. Самая нижняя часть теплицы. Там не хватает одного кирпичика. Вот, в нем вода искапливается. Этот приямок соединен трубой вот с такой вот емкостью. В которой скапливается вода. Когда она доходит до определенного уровня, всплывает поплавок, включается дренажный насос и выбрасывает воду по шлангу в канализацию. А вот это что за бандура? Это насосная станция. Собственно, она обеспечивает все опрыскивание. В теплице здесь есть несколько каналов. То есть, каждая стенка опрыскивается своим каналом насоса. И отдельно опрыскивается еще вся вот эта нижняя часть. Это все работает от отдельных таймеров. Можно настроить, перенастроить. В общем, возможностей очень много. Да, все это поливается осмосом. Соответственно, еще здесь вот такой вентилятор. Раз в 15... Нет, раз в 5-7 минут. 15 секунд опрыскивания. Поэтому у нас здесь можно принимать душ. Вот. Еще здесь есть... Выведен просто осмос. Вот он. И это накопительный бак. Для него же. Соответственно, дальше мы повесили вот такую сетку. Сзади у нас здесь маточники. А и другие эпифиты располагаются здесь. Про растения мы, наверное, расскажем отдельно в следующем ролике. А сейчас мы расскажем еще про освещение. Это отдельная тема. Видите вот этот вот металлурический каркас, на который прикручены светильники. Это все собирал Гоша. Он брал, покупал вот этот алюминий. Прикручивал туда светильники. Все светильники с линзами. Вон уже некоторые сгоревшие. Ну, вон вот тот бекалор, к примеру. Но это из-за того, что у нас был здесь период, когда мы поливали вручную. И приходилось поливать висячую снюю. И, за это упадала вида на свет. А так вот, здесь в некоторых местах, ну, то есть, самые яркие полки, получается, это вот это. Вот. Здесь, видите, у нас не просто так стоят хищники, а потому что здесь самое яркое освещение. Ну, и, собственно, здесь добавлены бекалор для того, чтобы красные растения набирали больше цвета. И мы очень долго думали, под что ее приспособить. Изначально у нас уже здесь жила Агамма, пока строилась. А вот недавно появился наш друг. Мы называем его Курица. Курица экспериментальная. Она уже, ну, скажем так, как производитель не годится, поэтому наша сотрудница принесла ее нам сюда. И он живет здесь, уже ругается. Если на него обращать внимание или к нему подходить, вовсю летает. Вот здесь у него кормушечка. Вот. Он вполне всеконтактный. Ну, конечно, не ручной, но забавный. И вот любит тусить сверху. Сейчас я его не сниму. Он спрятывает светильник. Скромничает. Вот. Такая у нас вышла штука. На самом деле, аналогичную уже построили. Ну, не аналогичную, а похожую построили наши друзья в магазин экзаменю. Но мы, тем не менее, гордимся этим проектом, потому что здесь все правда цветет, хорошо, достаточно растет. И когда будем снимать про растения, рассказывать про то, что у нас здесь есть, расскажем и про минусы, которые, безусловно, есть. Но в основном только плюсы. Вот. Вот. Человек, который это все придумал, скромничает. Кстати говоря, по поводу остекления. Вы представляете, мы долго очень искали компанию, которая бы нам это сделала. Отправляли кучу запросов. И это была какая-то страшнейшая проблема. Ну, выдвигали какие-то огромные счета. И никто не понимал, что это, по сути, ну, ванная, не знаю, там, душевая кабинка. Вот. И, в общем, только одна компания согласилась это сделать. Мы очень благодарны их замерщику. Мы, конечно, не помним, как его зовут, но он молодец. Вот. Ну что ж, всем пока. До новых встреч.